Здравствуйте! Я очень рада вас приветствовать в Доме Знаний. Меня зовут Курбанова Сапигет Магомедовна. Вы уже знаете, что природа дает человеку практически все необходимое для его жизни. Тема нашего вебинара «Охранять природу – значит охранять жизнь». Внимательно посмотрите на гармонию и покой этих нетронутых человеком заповедных мест. Но не стоит утешать себя иллюзией, что от разрушительной деятельности людей их спасет удаленность, что современные технологии туда не доберутся. Ведь опасность грозит не только парку, вашего дома или пригородному лесу. Сегодня наша планета оказалась на грани экологической катастрофы. Необдуманное вмешательство человека в природу привело к ужасным последствиям. Обеднению почв, обмелению рек и озер, исчезновению лесов, растений, животных, птиц и рыб. Давайте поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы не только сохранить нашу природу, но и уменьшить влияние на нее последствия от деятельности человека. Ведь, к сожалению, современный человек не только загрязняет окружающую среду, но и полностью разрушает ее, часто забывая о том, что человек – это часть природы. Поэтому охрана окружающей среды – важнейшая задача человечества. Вот, например, простой лабораторный опыт. Среда, в которую помещено растение, отравляется токсичными веществами. Как вы думаете, как долго способен живой организм выдержать атаку ядом? В природе растению пришел бы на помощь принцип экологического равновесия или саморегуляции. То есть, либо растение приспособилось бы к новым условиям, либо условия изменились бы со временем благодаря биологическому самоочищению. Но как же добиться такого равновесия между природой и человеком? Как обеспечить мирное сосуществование человека природы, если его влияние на нее постоянно растет? К сожалению, процессы саморегуляции в природе уже не в состоянии справиться с постоянно возрастающей нагрузкой, которую оказывает на нее человек. Наступает время, когда мир может задохнуться, если человек не придет на помощь природе. А все, что нам с вами нужно, это научиться вовремя остановить наш опыт. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но готов ли современный человек к тому, чтобы отказаться от современных технологий, а опять начать жить, как его далекие предки, ведя натуральное хозяйство? К сожалению, нет. Поэтому современному человеку необходимо научиться разумно строить отношения с природой. Но как решить, когда именно нужно остановить этот опыт? И сколько еще можно было травить растения, не опасаясь необратимых последствий? Сегодня, как мы с вами знаем, ответы на эти вопросы ищет наука и экология. Давайте вспомним, что экология – это наука об отношениях живых организмов, их сообществ между собой и с окружающей средой. В настоящее время чаще всего под экологией понимаются. Прежде всего, вопросы связаны с охраной окружающей среды или природы. Охрана природы – это все меры, которые могут быть предприняты для сохранения рационального использования и восстановления окружающей среды, в том числе природных ресурсов, животного и растительного мира, чистоты воды, почвы и атмосферы на планете Земля. На что же прежде всего направлены природоохранные меры? Во-первых, на охрану атмосферы Земли или, говоря простым языком, чистого воздуха. Наибольшую опасность здесь представляют выхлопные газы автомобилей. Одним из выходов является использование более экологически чистого топлива, чем привычное дизельное или бензин. Например, это может быть природный газ или так называемое биотопливо. Биотопливо – это один из видов альтернативного топлива, производимого в сырья растительного или животного происхождения. А многие производители автомобилей в качестве альтернативно-экологического чистого топлива предлагают использовать электричество или энергию солнца. Использование таких альтернативных видов топлива позволяет значительно уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Эта идея настолько популярна в мире, что, например, в странах Европейского Союза поставлена задача использовать к 2020 году альтернативные источники энергии как минимум в 10% транспортных средств. Во многих странах ежегодно 22 сентября проводится Международный день без автомобиля, в который автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо-транспортных средств и передвигаться пешком или на велосипеде. Вторым моментом природоохранной деятельности является охрана водных ресурсов нашей планеты. Вы только задумайтесь, что крупный завод может потреблять в сутки количество воды, равное стоку такой реки, как, например, Ака. После использования эту воду уже нельзя назвать водой, теперь это промышленные стоки. Но что же тогда делать с животными растениями, для которых вода служит средой обитания? Для того, чтобы возвратить стокам их природную чистоту, предприятия обязаны использовать очистные сооружения. Следующая природоохранной проблем – это отходы производства. Наибольшую опасность из отходов производства представляют токсичные отходы. Они содержат вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют угрозу для человека. Поэтому многие страны мира идут по пути вторичного использования и переработки бытовых отходов. Вы, наверное, заметили, что во дворах многих домов появились мусорные баки для раздельного сбора мусора с целью последующей его переработки. Эффективная охрана окружающей среды невозможна без мониторинга. Мониторинг окружающей среды – это система наблюдения, оценки и прогноза на региональном, государственном и международном уровне. Такого рода наблюдения ведут за составом атмосферы, осадка воды, фиксируют изменения в почве, состояние растений и животных, наблюдают за опасными источниками загрязнения. Людей, которые занимаются всем этим, принято называть экологами. Сегодня должность эколога есть на любом крупном предприятии. Следует помнить, что универсальных природоохранных мер не существует. Они различны для рудника или поля, химического завода или леса. Но несмотря на их многообразие, все в итоге приводит к улучшению окружающей среды на нашей планете в целом. Но на страже природы стоят не только экологи, но и государства, которые вырабатывают законодательные механизмы охраны природы. Завершая вебинар, я думаю, что мне удалось ответить на все ваши вопросы. Рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Домознания. Субтитры создавал DimaTorzok